В Малом зале Гагаринской администрации прошло совместное заседание представителей управляющих компаний и органа местного самоуправления. Подобные встречи проходили и раньше, однако теперь муниципалитет получил новые полномочия по контролю за деятельностью обслуживающих организаций. Напомним, в конце прошлого года по инициативе губернатора Севастополя Михаила Развожаева был запущен процесс передачи управляющих компаний муниципалитетам. На встрече обсуждались текущие вопросы содержания придомовых территорий и общедомового имущества севастопольцев. К нам прибыло три директора управляющих компаний ГУП-1, ГУП-2 и ГУП-Стрелецкая бухта, где они сегодня перед депутатским корпусом отчитались о подготовке к отопительному сезону. Они отчитались по поводу собираемости денег за содержание многоквартирных домов. Они отчитались по поводу покоса дворовых территорий. На встречу пришел директор управляющей компании Аргос. В этом году гагаринский муниципалитет заключил с данной организацией государственный контракт на услугу санитарной уборки округа, включая общественные пространства, парки и скверы. Депутатским корпусом и мной им было рекомендовано усилить работу, увеличить кратность вывоза. Мы сегодня понимаем, что мы входим в курортный сезон. Количество приезжающих в гагаринский район и в город Севастополь будет увеличиваться. И, конечно, нам необходимо сохранять свое лицо и все территории должны быть чистые. На встречу был приглашен еще один подрядчик. Индивидуальный предприниматель Диана Ильина. Именно с ней муниципалитет заключил госконтракт на покос травы в гагаринском округе. Однако подрядчик на встречу с народными избранниками не явился. Возможно, ввиду того, что местные жители в последнее время массово жалуются на нескошенную траву. Мы видим, к сожалению, что сегодня она не особо качественно выполняется. И, соответственно, нами прилагаются все усилия, чтобы эта компания улучшила свою работу. Иначе будет и сегодня ведется претензионная работа. Мы выписываем им предписания. И максимально ежедневно в ручном режиме обязываем их, согласно контракта, выполнять эту работу. По словам главы гагаринского муниципального округа Алексея Ярусова, подобные встречи в новом формате будут проходить еженедельно по четвергам.